В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Жара, жара! В Мурманской области побит температурный рекорд. Из народа для народа Кандалакшская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала первых кандидатов в депутаты Градского совета. Знания, которые могут спасти жизни, спасатели рассказали школьникам о правилах поведения на водоемах. Менее двух недель назад в Кандалакше прошел общегородской субботник. На улицах стало немного чище, но разовой акции по санитарной очистке города недостаточно. Именно поэтому, считают в местной администрации, необходимо провести еще несколько мероприятий по санитарной очистке городских улиц, скверов и пустырей от мусора и хлама, скопившегося за зиму. Дата второго по счету общегородского субботника определена. В акции по наведению чистоты приглашают принять участие всех желающих, включая школьников, студентов индустриального колледжа, представителей общественности и пенсионеров. Не игнорировать приглашение на субботник рекомендуют также сотрудникам учреждений и предприятий Кандалакши. В Мурманской области побит температурный рекорд 70-летней давности. Об этом сообщили сегодня в региональном гидрометцентре. В начале второй декады мая в нашем регионе установилась по-настоящему летняя погода. Резко из весны в лето северяне смогли попасть благодаря теплым воздушным массам, которые пришли на Кольский полуостров с районов Западной Европы. Так, согласно наблюдениям синоптиков, в дневные часы максимальная температура воздуха в Заполярье 10 мая колебалась от плюс 14 до плюс 23 градусов, что позволило поставить своеобразный рекорд. Такой теплой погоды в этот период в Мурманской области не наблюдалось с 1948 года. Для примера, в Кандалакше средняя температура воздуха для этого периода составляла 18,2 градуса. В этом году воздух на юге Мурманской области сумел прогреться до плюс 23 градусов. Жаль только, что солнечная и теплая погода простоит в Заполярье совсем недолго. Уже в начале следующей недели синоптики обещают северянам существенное похолодание. Тем не менее, Министерство природных ресурсов Мурманской области уже объявило о начале в лесах региона пожара опасного сезона. Он стартует завтра, 12 мая. Опасность природных пожаров в области возрастает в связи с установлением теплой погоды. Чтобы обезопасить себя от беды, а лес от пожара, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Так, с начала пожара опасного сезона запрещается разводить костры в неустановленных местах, бросать горящие спички, окурки и горячую залу. Стекло употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов. Оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы. В целях борьбы с природными пожарами службы охраны лесов усилили мониторинг ситуации в области. Работают также телефоны системы 112 и мобильное приложение «Берегите лес», куда граждане могут сообщить об обнаруженных очагах огня. Отметим, что в прошлом году на территории Мурманской области произошло 20 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила более 300 гектаров. 14 мая заканчивается процедура выдвижения кандидатов в депутаты городского совета. Сами же выборы, а точнее довыборы, пройдут 24 июня. На сегодняшний день в территориально-избирательную комиссию уже поступили документы от 8 претендентов на кресло в совете. Два из них уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Отметим, что приглашение посетить участки для голосования 24 июня получат не все избиратели, а только те, кто проживает на территории третьего и четвертого пятимандатных округов. На каждом не комплект депутатов. Третий округ – это у нас Ловеньга и ЖД район. Четвертый – это Нива-3, Низкий, Пинозеро, Лубчесавина, Белое море. Пятимандатные округа большие, да, примерно около 8 тысяч избирателей. Избирателям, проживающим на третьем и четвертом избирательном округах, предстоит выбрать из кандидатов, чьи фамилии будут занесены в бюллетень только двух. Тех, кому они доверяют, представлять свои интересы в городском совете. К слову, желающих занять там кресло, как выяснилось, немного. В борьбу за четыре мандата готовы вступить 8 кандалакшан. По третьему округу выдвинулись у нас Ковальчук Елена Владимировна от «Единой России», директор второй школы. Костенков Елена Евгеньевич, он уже зарегистрирован у нас. А Лоскутников Никита Леонидович тоже от «Единой России» и Попов Михаил Иванович, индивидуальный предприниматель. Третий округ. По четвертому округу Вавилов Евгений Александрович, он сдал документы у нас на выдвижение «Самый первый» и куда-то у нас еще на регистрацию документы не сдавал. Грибанова Татьяна Николаевна от «Единой России», Данчин Петр Юрьевич от «Единой России» и Захарчук Александр Викторович зарегистрирован. До выборов в Горсовет состоится 24 июня. Время для проведения голосований выбрано, конечно, не очень удачное. Кто-то уедет на дачу, кто-то отправится отдыхать за пределы региона. Впрочем, отдать свой голос кандалакшане смогут досрочно. Начиная с 13 июня. Еще одно важное нововведение. Теперь, в соответствии с региональным законом, участие в местных выборах в качестве избирателя могут принять граждане, имеющие временную прописку на территории нашего муниципалитета. Знания, которые могут спасти жизнь, о правилах поведения на водоемах школьникам рассказали спасатели, а также показали, что делать в экстремальной ситуации. Такие мастер-классы или уроки выживания специалисты кандалакшского спасательного отряда организуют ежегодно. На постоянной основе проводится и профилактическая работа с подрастающим поколением. Но теория зачастую плохо усваивается. Слова инспекторов ГИМСа быстро забываются. Ребята не пугают уже страшные истории о трагических случаях на воде. Они, как и прежде, собираются близ водоемов. Излюбленным местом уже давно стал Кандалакшский залив. Раз уж не получается ребят отводить от походов на речку и залив, то нужно хотя бы научить их правильно вести себя. В экстремальной ситуации считают спасатели. Ежегодно в район так называемой запасухи они приглашают школьников и на собственном примере показывают приемы, которые позволяют выбраться из студенной воды. Проводим вот такие мероприятия на этом озере. Я думаю, что дети, если это увидели, если им каждый год хотя бы это повторять, то в голове это отложится и они все-таки сделают так, как нужно. Навыки спасения и самоспасения всегда пригодятся. Да и правила поведения на воде не просто так придуманы. Уважайте жилеты. В той же Карелии несколько детей погибло, потому что были без жилетов. У них были жилеты. Некоторые не одели. Жилет спасет тех, кто путешествует на лодке или катере. А вот оказавшемуся в полынье всегда поможет нож, с помощью которого можно выползти из студенной воды. А еще палка и смекалистый друг. Здесь тонкая, это все может ломаться. А ему там перехватываться намного сложнее. Мертвые холодно, руки замерзли. А кто подает палку, тому проще. Правильно? И легче ухватиться за толстый. Вот такой урок выживания. Специалисты продемонстрировали школьникам, как выбраться из ледяной воды при помощи лыж, ножа, специального спасательного снаряжения и подручных материалов. Такие нехитрые приемы спасли не одну человеческую жизнь. И все же надеются специалисты, что на практике полученные знания ребятам применять не придется. Ведь в первую очередь ребята должны помнить о том, что выходить на лед можно. Только лишь убедившись в его безопасности и прочности. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до понедельника. Смотрите нас ровно в 19.00 на телеканале ТНТ Кандалакша. Всего вам доброго, интересных выходных и до встречи. Продолжение следует...